Девочки, слушайте. И так в него кинула. Он мне, знаете, что сказал? Что он любит меня больше, чем свою первую покойную жену. Она 6 раз в день какала в панал... Девочки, я вам сейчас оставлю это очень сильное видео. Вам оно очень сильно понравится. Анину маму зовут Галя. Я уже как-то рассказывала об этом канале. Называется канал Мамина Курочка. Очень легко. Кстати, название такое интересное. Смотрите. Вот это вот видео. Откровенно о работе с сиделкой в Италии. Страшном диагнозе и мужа итальянца. Как она переехала в Италию. Как она прошла 90-е года. У меня ремонт. Это мой лайк. Заслуженный. Видео сильнейшее. Я за последнее время на Ютубе скажу вам честно. Вот это вот единственное видео, которое за последнее время меня реально стопорнуло. То есть реально видео классное и крутое. Очень сильное. Вот. И мама Галя здесь рассказывает очень сильную свою историю. Как она сидела, работала сиделкой в Италии. Как у нее был рак груди. Девочки, это видео просто, короче, это пересказывать, это без толку. Галина, если вы меня смотрите, я вам реально желаю здоровья, счастья. Оставайтесь такой же позитивной. Херьте всех хейтеров, потому что вы реально неординарная. Вы очень интересная личность. Вы персонаж. Развитие вам на Ютубе, потому что вы этого стоите, заслуживаете. В общем, вы артистка. Вот. Так что я оставляю. Вот так вот называется канал. Мамина курочка. Вот. Здесь множество видео. Очень легко забивается в Ютубе. Ищется канал очень легко. И вы найдете здесь видео на любой вам вкус. Интереснейшее видео. Молодцы, девчонки. Только вперед. Но басарам. Счастье, здоровье, фантазии. Пусть мечты сбываются. Реализации. В общем, красотки. Красотки, красотки. Вот на это видео я оставляю ссылку, девочки. Ну, я поскорбовала эти деньги. Оставляю ссылку на это видео, девчонки. Я думаю, что вам очень сильно понравится. Вы останетесь в приятном шоке. И в дальнейшем будете подписаны на канал и смотреть за судьбой и жизнью девчонок. Все. Оставляю ссылочки под видео. Всем привет. Так, Ютуб солнечный. На проводе. Что я делаю, девочки? Подлетаю. Подлетаю, потому что в степи-то опять этот самый. Земля. Не то, что они роют. Они просто лежат. Земля. А потом еще несется все в других комнат. Перенесется в эту комнату. Кстати, софия дивана расколбала вообще. Надо ее. Я хочу купить такой же, как у Саши. Чтоб они одинаковые были. Смотри, недорого стоит, как у Саши диван. Но сначала кухня, потом диван. А этот диван неудобно, потому что неудобно его двигать. Двигать его надо. Продним мыть надо. Против солнца, да, девчонки. Но его неудобно двигать. Надо заставлять его двигать. Вы знаете, я когда-то самое на днях подвинула ногой вот так вот в мешок с... Бля, сколько шерсти. Подвинула мешок с песком или щебень. Я не знаю, там, ну, строительный какой-то материал. У меня так вчера целый день болел яичник. Я не знаю, это яичник, придатка. Или это кусок матки. Прям болел. Прям вообще такое впечатление, что вообще как будто мне 18 лет. Мне, конечно, 24. Больше. Прикиньте, я до сих пор не могу выйти с этого возраста. Я не знаю. То есть, да. То есть, возможно, вы правы, надо взрослеть. Но я вам скажу так. Ну, типа, взрослеть, не стареть. Но я вам скажу так, что... Сейчас. У меня еще ведро поломалось. Для меня полуштряпка чистая. Я ими... Вы знаете, надо, конечно, взрослеть, наверное. Но взрослеть надо, когда ума нет. У меня, по-принципе, он есть. Конечно, не Нобелевская премия. Не 11 телефон. Я придумала телефон. Но... Все равно соображаю. Вот. Вы знаете, вот застряла в возрасте 24 лет. Я ничего не могу с тобой поделать. То есть, я себя чувствую внутри. Мне 24 года. Вот это 22-24. Полна сил, энергии, желаний. Мне 24 года. Полна сил, энергии. Я не могу с тобой поделать. Я не могу с тобой поделать. Я не могу с тобой поделать. нити, какие грязные, даже сланцы это, потому что это пыль все несется в других комнатах, мне главное комната мне главное туалет, коридор потом вечером уже кухня моя комната самая последняя сейчас диван подлину все, девчонки придут со школы естественно хочется отдохнуть дорога Сашкина тем более выматывает девчонки просто закрываем вот так уже в воскресенье можно будет постель поменять не работает у меня этот самый через раз работает компанелок, звонок через раз работает знакомая приходила я тебе звонила, звонила, звонила надо было звонить на мобильный слушайте, конечно плохая эта краска хотя эта краска Петя, который красил плинтус он красил ее окна или не прокрасил несколько раз надо вода будет красить, чтобы если краска останется пройтись по открытым местам пройтись и не докрасить, потому что она не красива машин, послушайте просто притупить немножко пыль здесь потому что, девочки, сами понимаете подышать, это искрительная пыль уже окна делают не знаю, что там защищает или что-то там накладывает но уже все, уже окна делают красить, наверное, будет представить чтобы окна были готовы ну, пока вот эти вот резинки, которые там не закрываются я не видела, я даже купил, не показывал вот так ну, так вот, просто пыль прийти помыть тогда вы домой, вы не хотите домой? ах, родители, я скажу так, что я, ну, конечно, я бы хотела бы увидеться с людьми это понятное дело, ну, это нормально но если бы родители жили в Киеве или вот, допустим, в Киев, да ты там сел на поезд ой, на поезд, на самолет ты там три часа, ты уже в Киеве проведал там даже там три дня, четыре и ты уже вернулся, потому что здесь малые, правильно? или же у вас родители живут в Западной Украине вы сели на автобус, доехали с пацанами до Западной Украины, которые ездят тоже побыли несколько дней вернулись у меня родители живут какое там у них море? Азовское Запорожская область туда, чтобы доехать ты потеряешь только на дорогу четыре или пять дней тем более, сейчас поезда не ходят же, как раньше это ж раньше поезд купил себе приехал, как я помню в Софии ездили приехали купили билет на поезд и доехали домой а теперь с билетами поезда ходят через день конечно, но будет, конечно, вопрос но хочется хочется поехать даже бы и не на два дня полечить зубы дайте кухню доделать там писали, Марина содержит родителей если к ней никого не содержу и старшие дочери ей тоже не помогали 23 год человеку она работает это во-первых во-вторых у меня идет ремонт я реально не вытяну мне кто помог еще бы во двойне все, пол протру девочки уже придут более-менее потому что она невозможна она на такпах все на кроватях все во-вторых у меня вы слышите поднос, я что-то бурчу поднос, я бурчу говорила, что хоть это самое может поменяю не может а воскресенье надо кровать поменять а здесь сейчас пол домой а потом в туалете пройдусь у Петя уйдет на обеденный перерыв наверное еще надо будет пройтись в этом девчонки напишите у кого такой комод как вы чем вы заделывали чем вы его прибивали там же дырки потому что можно приедет и сам вообще это почему это все саши саши в шкафу здесь, конечно капец я вам говорю я ей каждый день убери в шкафу убери у себя в шкафу завтра 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 картинку поставила и закрыла розетку все в этом не верю все, девочки до трупов видите, смотрите вчера мыло смотрите, какая сахетка вчера протирала что там шапулюка летит блин, нас смешили нас смешили с этим спайдермана сейчас надо здесь выкинуть пластику живи спокойно странно я целая цепь одна ой 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 я когда ту промежную часть себе порвала там очень порвалась у меня ту промежную часть тут вот задняя вот здесь протянула я наверное месяца два назад и все я не могу я не могу быть энергичной такой может какой ужас какой позор ну, знаете что у артиста тоже бывает неприятности так, ладно, девчушки что Петя пока пошел на перерыв мне надо здесь протереть пол протираю здесь быстренько пол все, тем более, девчонки еще боже, какое у нас все пыльно это какой ужас смотрите, что сделать давайте покажу живи спокойно странно я у себя сыпала одна смотрите, что сделали ну, это я так вчера положила вот этот подстольник чтобы посмотреть как будет вся кухня смотрите, если не заморачиваться девочки надо просто не делать здесь никакой нафиг угол а просто вывести вот так вот по прямой классно было бы если бы там стоял холодильник сразу мойка а здесь плита классно, если бы не было одного окна короче, смотрите сняли окна он еще их раз заштукатурил тут что-то он подделывал я не видно не видно я не видела вот здесь что-то там подделал видите, какие-то дырки закрыл здесь ровненько все здесь тоже, видите как ровненько дырки почему это нельзя было сделать раньше я не знаю, почему Портос этого не сделал я не знаю вот это надо тоже счищать все мне уже даже неудобно говорить видите девчули как все уже красиво видите, когда нет окон когда они не раскрываются вот так вот а были бы они вот эти вот американские пластмассовые было бы классно или если бы они открывались на ту сторону но пишите я не знаю плитку сюда-то доставим или как ну вообще-то у меня помните мне с Америки шторки беленькие высылали вообще-то там будут шторки они вот так вот раскрываться будут ну что ляпаться будут да, девочки я не знаю просто хочу прибить пыль притупить ее чтобы она просто просто что-то ее не было подгораживаться будет все равно но купить ее в коржице вода членущая так, вот это мне надо вывести помыть тарелки вы говорите что вы не сделаете бутерброд дома я делаю у меня есть нарезка я ее покупаю просто что когда здесь идут работы здесь пыльно ну ее толку здесь даже с пылью есть вместо майонеза я делаю вечером себе делаю эти самые бутики девочки что у Сафии есть столовка в школе ну в этом в училище у Саши тоже приезжает в столовка у Саши если у Сафии там барчик типа кафешка при училище у Саши привозная привозят пиццу они в основном пиццу все едят девочки чтобы не лучше в Италии едят пиццу никто не напрягается никто тут не ест министроны у них называется министроны типа нашего супа там никто там не наяривает супы у них на первое идут макароны я много раз рассказывала что у них первое блюдо это макароны а второе это у них уже там картошка рис, мясо все остальное все я притупила пыль все нормально хватит не везут газ падла не везут этот не газ а этот я кстати не стерпизерша кто там написал если я просто не занимаюсь сейчас пластикой я уже представляю этот спайдермен который меня напишут под этим видео вот я просто не занимаюсь а так я в принципе хорошо двигаюсь я уже вижу эти комментарии вот осталось что ты раковину не покупаешь как это раковину не покупать раковина это важное самое раковину она не покупает а когда ее покупать когда вырезаете столешницу когда где столешница вы столешницу видите раковину куплю что у меня запас нидерланды что ли откуда у меня я не знаю как их спустить и на что их потратить и вы мне заветуете здравствуйте мордарский видите окна сделает покрасит и поставит люстры нету давайте на люстру надонатим товарищи на люстру на красивую на воздушную на люстру живи живи спокойно страна я у тебя все ой у тебя хомуха трамвы 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 когда артист работают все это надо учитывать что вы думаете просто так что ли за все надо платить и артист платит синяки зарабатывает так вода ченущая надо ее вылить одну я уже помыла эту щетку покупала надо воду эту вылить и что делать и потом вечером в моей комнате убрать живи спокойно страна я у тебя всего одна короче женщина делает ремонт и танцует все по-другому никак это вывезут это тоже вывезут которая для обуви так что-то надо ктянуть живот что-то я расслабилась нет мне нельзя я не в форме мне прям больно вот здесь вот так вот здесь все больно это я не гадаю ужас какой-то что-то я сделала такое за упражнение что-то потянула всю промежность вообще ужас какой-то промежуточная отрасль порвалась там неудобно ладно девчонки все всем классных выходных настроение девочки ну пожалуйста ну что мне делать надо Елене Павловне звонить что-то она приехала с Турции на связь не выходит ну мы вчера созванивались она там занятая рулет давай отдыхай делай машинки стиральные вот все остальное слушайте может голову себе не ворочить сделать зачем я там этот уголок делаю вот это у меня из-за этого уголка получается шкафы на штуку евро а здесь вот шкафчики наставил и все по прямой сделал и все нет я же мне же эта колонка всралась я же хочу чтобы колонку было не видно понимать даже не знаешь как красиво когда она под колонкой ничего нет там написали сделайте там кошачий угол чтобы там ели кошки как вы все-таки правы я не знаю ну куда холодильник ставить ну куда куда его вместить там окно там хорошее место для холодильника но там труба вывод труб не будет соприкасаться не знаю короче дурдом ладно девчонки все не буду у вас это надо руки помыть у меня аллергия на пыль цепки на руках цепки начинаются бабушке тоже когда в детстве игралась там во дворе у нее там мыло было хозяйственное оно же наверное было дорогое наверное не знаю и я из него делала молоко я его на ночь ложила в банку и потом типа у меня это было молоко на разлив а бабушка говорила боже сколько ты мне мыло использовала а я игралась у меня кстати была коллекция мыла я покупала мыло и знаете там у родителей была ванная и в ванной было окошечко которое на кухне выходило и там типа такой подонышек да ну типа вордюрчик в ванной комнате на окне и я так вот ставила на окно и мыло что мыло блин как они пахли и хотелось съесть это мыло и я помню что даже мама у меня как-то просила типа мыло и я потом давала мыло и аккуратненько заворачивала вот эту упаковочку и ставила туда как будто там мыло я собрала мыло то есть у меня было такое хобби мне бабушка покупала у меня было очень много мыло а куда мы потом делать вы میney мыли семья я надеюсь что им помылась вся семья у меня там столько мыла было можно было помыть весь район. Это мы тогда жили в военный городок Запорожье около аэропорта. Видите, я помыла тряпочку, которую мыла. Не сейчас, которая мыла, а которая мыла тогда. Сейчас я это брошу вот сюда. Надо детям постирать обувь. Как раз я вместе с обувью ее ополоснула, чтобы не было микробных жалюзей. И все. Сейчас девушки придут. Что-то полотенцем у меня какие-то застиранные стали, не знаю. Все, девчонки, всем пока-пока. Мальчики, мужчины, нашу флажка. Детскую я помыла, уже коты набегали, ленте было уложено, коты бегали. О, как мы лежим. Боже, Симончик. Что это за поза Рекса? Саша звонит.